Добро пожаловать на грандиозный турнир бойцовской лиги «Наше дело 83» Добро пожаловать на грандиозный турнир бойцовской лиги «Наше дело 83» Добро пожаловать на грандиозный турнир бойцовской лиги «Наше дело 83» Добро пожаловать на грандиозный турнир бойцовской лиги «Наше дело 83» Добро пожаловать на грандиозный турнир бойцовской лиги «Наше дело 84» κι «Наше дело 83» Вообще не могу объяснить. Какие у тебя планы в этой лиге? У меня цель, у меня тел, я хочу пояс. А если тебе дадут, допустим, шанс сразу подраться уже в следующий бой за пояс против Дэвида, ты примешь решение в пользу этого боя или пока хочешь подождать? Нет, конечно, приму, такой возможность как можно не принять. И еще мои товарищи, Сурене, как раз буду отомстить. Дэвид, ты нас услышал, уже второй боец делает обращение к тебе. Я очень рад за тебя, потому что тоже вместе тренировались, когда я ходил. А то сейчас уже полгода не появляюсь. Арен еще сказал, что если я буду некомфортные вопросы задавать, то он меня вызовет на спарринг. Поэтому я в Ливиносердце не появляюсь. И нормальные вопросы были? Нормальные, отлично, можно спокойно ходить. Все, слава богу. Все, Армен, я скоро буду. Давайте, проходите сюда. Проходите, проходите. Вот такая вот команда у Арена Асатряна. Поэтому Дэвид, Самуэль, Арен вот с такой командой идет за тобой. Ди, Дэвид, ди. Дэвид, кто это? Дэвид, это чемпион в 77 килограмм. Когда ты выиграл Сурена. Давай, давай. Хочешь завтра, хочешь через год. Давай, так что. Расскажи свои ощущения после боя. Честно сказать, я вообще ничего не понял. Просто вообще реально такого не было у меня никогда. Не знаю. Попал он реально хорошо, наверное. Я очень сильно благодарен вот этому человеку. Конечно, до последнего я не хотел с ним драться. Он мой земляк. Я даже говорил во время боя, я не хочу на концентрации. Давай я тебя задушу. Честно, я так сказал ему. Он мне сказал, ты меня лучше задуши. Говорит, я не сдамся. Говорит, во время боя. Возле клетки, да, пару после? Я даже не помню. Колено попало. Колено попало, да? Колено попало. Я честно сказать, уже две с половиной недели вообще не тренировался. В следующий бой... В следующий бой я хочу с Марифом пираем. Найдите его мне. Если следующий бой вот дадут, я хорошо себя покажу, отвечаю. Десять с половиной недели вообще не тренировался. Был на похоронах своего отца. Хотел посвятить ему победу или поражение, все равно. Не знаю, как раз. Пусть сегодня примет сегодня своего отца в райские сады. Далга, чтала. Аминь. Вот так получилось, не знаю. Просто я весь потерял из-за похорон отца там. Жду тебя даже на подготовку, иншала к себе в зал, приходи. Я буду рад тебе помочь. Все, четко, брат. Те, кто говорили, что я проиграю, вы красавчики, вы угадали. Но я вернусь лучше. Что тебе получилось, как думаешь? Не получилось то, что он был лучше в этот раз. Просто 25 дней реально не хватило. Вот ты два с половиной года не дрался, уже хотел оставить это дело. Честно. После этого боя у тебя загорелись глаза дальше двигаться? У меня глаз порезался, тем самым глаза, кровь... Кровь залился, и у меня желание появилось сильное. Хапучапур делать. Да, да. Будем дальше двигаться. Согласен, согласен. Слушай, ну в первом раунде как ты ногой попал хорошо? Куда? В голову. А, да? Я крут, черт возьми. Я 35-40 килограмм назад очень хорошо ноги кидал. 40 килограмм назад, да? Да. Килограмма 35 скину, может и 40. Это на камеру говорю, уже отмязаться не получится, по-любому придется скинуть. Если ты 164 примерно был, да? Да. Короче, около 130. Если 130 килограмм у меня там будет, меня уже соперники не увидят. Помнишь, я тебе про кунг-фу панда говорил? Да, да. Я не отказываюсь от своих лоу. Этот человек мне нужен. Все, все. Перед нами победитель 300 килограммового противостояния Шамсудин. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Я рад, я работал долго, шел к этому. Планы у меня завоевать пояс в нашем деле. Планы у меня серьезные. Сейчас 12 июня будет драться мой брат Шамиль Гамзатов. Против Немкова, да? Да, да, да. Против Немкова. Желаю ему победы. Ну, если что, я на подстраховке Шамиля. Я говорил это, и Илье, я на подстраховке. Ждем твоего боя за чемпионство. Все, спасибо. Как зовут тебя? Нарек. Желаю судин, будем знакомы. Нарек. Очень приятно, очень приятно, брат. Все. Все. Здравствуйте. Много стоит, правда. После того, как наше дело сделали дивизион женский, уже другие лиги также начали развивать. Следила за другими лигами женского дивизиона. Как тебе? Конечно, смотрю. Я вообще за женским МММ очень отслеживаю, особенно за соперницами. Но скажу, на мой взгляд, что уровня, как здесь, нигде нету. В России точно. Я согласен. Как тебе соперница? Очень крепкая девушка была. Как думаешь, почему у тебя получилось так быстро выиграть? Она очень дерзкая, на самом деле, высказывание, что было для меня, как повторюсь, да, было удивлением, что он на конференции себя так скромненько ведет, но в словах она не такая совершенно. Она решила написать свое мнение по поводу моего боя в декабре и о том, что у меня якобы слабые соперницы, что это моя сущность искать таких соперниц. И сегодня я ей показал свою сущность настоящую. А есть кто-то у тебя на примете, может быть, кто еще не подписан в лиге, с кем у тебя было бы интересно подраться? Честно, вот так нету, но я вообще за всеми отслеживаю, и мне все равно. Вот я буду рада любой сопернице, абсолютно. Хочешь с тобой подеремся? Нет, спасибо, спасибо. Я любая соперница. Ты вообще-то очень хорошо дерешься, ты такой рубака, и мне поэтому нравится было, кто кого перерубил. Спасибо большое. Ты больше ставишь на какую-то новую интересную соперницу или же на Сафеева все-таки? Я предполагаю, что, скорее всего, будет у нас реванш, потому что это интересно лиге и зрителям обязательно. Но лично мне уже не очень интересно только по той причине, что человек говорил и ни разу свои слова не сдержал. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вообще, честно говоря, я реально расту, так сложилось вместе с лигой, потому что вы тоже только в проф перешли, и я только два года как в ММА, и считаю, я с вами вместе развиваюсь, и мне очень приятно здесь быть в этой лиге, честно. Вообще, ваша команда, как вы относитесь к бойцам, это дорогого стоит. Это подмечают ребята из других организаций. Супер. Я очень рад. Наше дело и Марина Мирчук двигаются вместе. Добрый вечер, добрый вечер, уже сотый раз ему даю интервью, но ни разу, ни разу не был там. Ладно, вот это интервью точно выйдет. Вот я слово мужика. Спасибо, брат. У нас нормально слышно вообще? Нормально? Мое. Триумфальное возвращение. Как тебе дебют в лиге? Слушай, отлично. У меня вообще в целом такие бои закатывают, мне кажется, мой конек, и в очередной раз у меня это получилось. Верил ли ты после второго раунда, что получится у тебя только вот честно, получится в свою сторону перевести бой? Уверен был точно, да. Вот. Как думаешь, будет ли бой Витала и Ислама? Да, ну, если у них остался закрытый вопрос, я думаю, этот бой имеет смысл, конечно. Я расстроился, но то, что ты сделал в двух раундах. Ты как проиграл? Я смотрел твой бой, ты когда его уронил, я сказал, все, победа, я пошел переоделся, я прихожу. Почему ему руку подняли? Не знаю, брат. К вами до сих пор плохо, честно. Вот то, что я все, я весь день говорил, до сих пор плохо дышать не могу. До сих пор тут такой живот. Без комментариев. Мне все понравилось. Да, базару нет, устал в третьем раунде. На третий раунд я уже вышел. В смысле, блин, где воздух, черт возьми. Но по раунду он по один, братан. Да без проблем, блин, он очень крутой боец. Я не говорю. Если я проиграл Виталу Павловскому, мне было бы очень стыдно. Но ему, он очень крутой боец, воспитанный. Где подойти, где поздороваться, всегда. Особенный ему респект. Пусть у него будут дальнейшие победы. И мне нечего сказать. Страница, где написано «Витал», пролистана. Все. Никогда ни за какие деньги мне не звоните. Если вы мне когда-нибудь придет кто-нибудь с предложением по Виталу Павловскому, с авансом скидывайте полтора мульта, тогда поговорим. Как можно быстрее восстанавливайся и возвращайся. Залечи вот этот хеллбоевский рок. Нормально все. Поединок объявляется несостоявшимся. Кирюх, расскажи свои эмоции. У меня нет вообще никаких эмоций. Я не знаю, мне нечего сказать. Но, блин. Нечего сказать, нет слов у меня. Я не знаю. Без комментариев. Расстроен ли ты, что так произошло? Ну, конечно, я же сюда ехал драться, я же готовился, я же тренировался для этого момента. Ты думаешь, что он симулирует? Слушай, он может. Он не может. Я, его брат, я лично знаю, что он не может. Я знаю, что он не может. И если ты мужчина, это, ну, случайно так вышло. Подойди, извинись. Подойди. Подойди к нему, извини, что я безобидно так получилось. Не надо глупостей говорить. Я к нему еще не подошел, но ты же не знаешь, что я сейчас к нему подойду. Что ты ко мне сейчас на камеру так подошел? Хорошо, я, мне не важно, камера, я первый раз в жизни в камеру попадаю. Мне просто обидно забрать на то, что это реально попадание случайное. Но ты такие слова говоришь, будто он симулирует. Это не так. Я тебя услышал. Вы все слышали? Молодец, Хирюхан. Шнурака, Лютшу, на пельс. Не то, что я его ударил, боялся, а просто молодец. Да, по-братски подари, да. Я профессионеру, на немецкий. Отлично. Я тебе клянусь свыше. Убери нахуй. Да, раз, пока. Пока один уберемся. Не нахуй. Салам, Алина. Салам, Алина. Ого, полотенце накидывается. Победа Павла Шульского. Да, эмоции через край, конечно, серьезно. Поздравляю вас с шикарной победой. Очень интересно было. Немножко неожиданно. Я даже думал, что вас никогда не разозлить невозможно. С нами на рэк. И, как вы видели, меня разозлили немножко совсем. Просто, знаешь, перед началом боя, когда вчера сказали, что будет нокаут. Ну, блин, зачем такое говорить? Мне это очень себе не понравилось. Я очень, ну, немножко разозлился. Я понял. У него, кстати, почти это получилось, да, в самом начале. Как это вас пошатнуло это в целом? Знаешь, почти получается почти у каждого соперника. Но потом чего-то не хватает в дальнейшем. Ну, наверное, соскучился просто по ударам. Пропустил удар, присел, думаю, нормально, чувствую хорошо в сознании. Можно работать. Да, очень круто было. Мы соскучились по твоим боям. Это очень было зрелищно, кайфово. Какие у тебя цели? Я видел, что ты сделал в Стардаун, да? По-моему, с Вагабом. Ну, первый человек сейчас, ну, Ислам. Если он вызовет, дай бог, среди удоровления. Ну, вышел старший брат Вагаб. Тоже интересно, почему бы и нет. Ну, а так, двигаемся дальше к лиге. Еще есть Шарафуддинов, Дамил. Тоже хороший противник, хорошая позиция. Есть над чем работать. А сколько тебе лет, Паш? Мне всего лишь 15. 15? Могло-могло быть. 34. 34. Ну, в принципе, еще сколько ты примерно лет планируешь так вот драться? Ну, думаю, месяц-два и думаю, заканчивать. Блин, ребят, поэтому нужно успевать. Кто там, Ислам или же, может быть, Дамил или Вагаб. За два месяца надо быстрее. Можно будет сразу всех. Сразу всех. Вообще, круто будет. Как там видос был, помнишь, что-то там? Ну, что, народ, погнали нафиг? Я рад тому, что поединок закончился в мою пользу. Жаль, конечно, что не получилось подраться еще один раунд, потому что я только разогрелся и хотел, действительно, хотел нокаутировать. По исчению двух раундов, какой счет был? Я думаю, что, честно, объективно, если смотреть, первый раунд забрал Никита, второй забрал я. Ты видел его сечку? Чем ты сделал ему сечку? Левый локоть. Левый локоть шага, да, это отработка моя с тренером. Была отработка? Да, да, да. Она зашла. Я таких сечек никогда в жизни не видел. Ну, очень глубокая, да, мне самого страшного. Сколько швов там было? Я думаю, 52. 52. 52. Может, Артур Гусейнов дошлили или что? А что Артур Гусейнов? Артур Гусейнов уже несколько раз слился. Может быть, там, по весомым, может, по невесомым причинам, но почему-то его нигде не видно. Сейчас на фланах Владимир Минеев, Артем Вахитов. Ты видел недавний бой Минеева? Да. Глухов, да, по-моему? Ну, да, дали. Что сказать? Дали Владимиру ветерана единоборств. А, честно, я даже полностью не посмотрел. Понимаю, что он сейчас неактивно тренируется, поэтому просто для себя выходит, дерется, деньги зарабатывает и все. Как думаешь, он может согласиться на тебя или ты слишком опасен для него? Ну, он максимально будет оттягивать это событие, но если все-таки карты сойдутся, то согласится. Обратимся к Вове Минееву. К Вове Минееву. К Вова Минеев, здорово. Володя, Владимир Минеев, я обращаюсь к тебе. Успехов тебе в подготовке и давай подеремся. Нет возможности взять интервью на пресс-воле, потому что Никиту сейчас увозят, зашивать рану огромную. Я после каждого боя в больницу отправляюсь, ребят. Чтобы вы понимали, я свой хлеб реально отрабатываю и каждый раз меня отправляют в больницу. Вот так вот. А не обидно именно так проиграть? Типа просто врач не допустил дальше? Знаешь, на самом деле было бы интересно, как прошел третий раунд, потому что реально была бы битва функционалов. Я чувствовал, что по раундам я первый раунд забрал, второй как будто бы и отдал. Федя так же сказал. Вот. Интересно было бы в третьем раунде, с учетом того, что первый за мной и второй за ним, как бы потенциально должен был и третий быть за ним. Но я, конечно, был бы с этим не согласен и хотелось бы порубиться. Но, блин, положа руку на сердце, стечка была достаточно серьезная, глаза заливала. Но, сами понимаете, шоу мозгу он. И я хотел подарить фанатам кровь и зрелище. Вот. Но, к сожалению, врачи не дали мне этого сделать. Хотя я готов был там показать. Потому что люди, они приходят смотреть не вот на джеб, кросс, уклон, а не вот на это приходят смотреть. И если бы он у меня сложил нокаут, для меня это было больше честью, чем проиграть вот так. Так, ну нельзя сказать, что ты прям проиграл. Да, мы все увидели. Просто врач не допустил дальше. Лига знает, что когда я в ринге, неважно, выиграл я или проиграл, но будет зрелище. Прящие воинники. Спасибо. Вот как раз Армен Гулен. Вот. Поэтому я жду предложения от лиги. Я готов сражаться и проливать здесь. Хайбула поздравляю тебя с победой. Как у тебя ощущения? Все хорошо, спасибо. Как настрой в целом? Ты устал, закислился? Как у тебя твой организм? Я же говорю, все в мелочах. Мы сюда приехали шесть дней назад, чтобы пройти акматизацию. Я думаю, тоже сыграло роль свою. Я думаю, все видели, как устал Тамир и как я себя чувствовал. То, что мы дрались, можно сказать, в горах, тебе помогло, как думаешь? Конечно, я же говорю, я в спорте 18 лет. И так и... Ладно по ММА драться? Да, да, конечно, ММА. Не зря туда зашел. Бокс, это... Бокс в кентусах, это, я же говорю, меня должен отличить гонорар. Это просто... Я согласился согласиться. История нашего дела, я думаю. Спасибо тебе большое, Дамил, ты молодец. От лица всех зрителей жму тебе руку. Расскажи все свои ощущения. Бой не сложился, такой бывает. Готовился под одного соперника. Но скорости были другие, блин. Все-таки, когда в тяжах привыкаешь драться, успеваю уворачиваться, вот от ударов, вижу их. А здесь, вот он очень много, серийно бьет, и тяжи так быстро, шустро не бьют. А он очень много бьет. А кто у тебя был спарринг-партнер к этому поединку? По такой вес? По этому спарринг-партнеру, к сожалению, не было. Какие у тебя планы вообще? Я, конечно, понимаю, что нужно отдохнуть, восстановиться, но все-таки для зрителей... Я всегда готов драться, и все получится. Вообще, хотелось бы, честно говоря, с кем-нибудь казахом, либо с Вагапом, либо с Исламом Вагапом. Закрыть все-таки историю мне принципиально ничего с Мурадом. Ну, а если проставить по местам с кем-то, с Исламом? Первый Вагап Вагапов. Первый Вагап Вагапов, да? Одного, что ли? Дамила, желаю тебе скорейшего восстановления. Возвращайся в клетку. Ты боец Лиги «Наше дело». Мы этим гордимся. Спасибо тебе большое. Удачи. Что делаешь? Расскажи, пожалуйста. Перевариваю. Перевариваю. Не вышло. Все не так. И как-то так. Ты еще после боя снял перчатки. Видно было, что ты хотел завершить, но что-то тебя остановило. О чем тут как-то... Что у тебя было в голове? Ну, я сказал своей команде, если я... Ну, мне надо чуть побыть вот прямо одному наедине. Мне очень некомфортно. Некомфортно, что не вышло. Что-то пошло не так. Ну, в общем, в целом все нормально. Но когда я хотел оставить, я говорю, все, я больше не... Ну, я не хочу больше сюда. И мне, ну... А что тебя остановило? Не кинуть пещатки? Да, мне Азамат говорит, не делай этого. Все, все не хотели этого, чтобы я прям сказал, все, нет. Потому что, ну, скажу нет, уже не вернусь. Ну, посмотрим, не знаю. Да, я думаю, что по-любому тебе есть что еще сказать. Я понимаю, что тебе сейчас, ну, обидно это. Все испытывают эти эмоции, но ничего плохого ты не сделал. Все с тобой, все тебя поддерживают по сей день, до этой минуты. Вообще все очень круто, братан. Ты вообще молодец. Я очень горжусь тем, что я с тобой знаком. Ты молодец. Все, понимаешь. Вот, я очень рад, что ты не положил перчатки. Потому что я думаю, что ты еще пошумишь. Круто. Я на грани был уже. Да. История, я думаю, что мигрант еще не закончена вообще. Победу техническим нокаутом одержал Расул Черный Тигар. Мерсона! Мерсона! Пожалуйста, пожалуйста. Он еще и кусается. Тигр. Тигр. Откуда у тебя еще силы? Поздравляю тебя с очень хорошей победой. Реально. Спасибо. Можно прямо сказать, что ты заткнул рты всем хейтерам, которые думали, что уже все. Все нормально, все происходит так, как происходит, как говорится. И мы можем предполагать, а бок все очень располагает, как говорится. Хорошо, что все так прошло. Я увидел очипки. Плюс долго, простой долго себе знать по-своему. Да, бокс это одна дистанция, и ммм это другая дистанция по-своему. И тебе и как-никак не знать. Да, конечно, я в этой сфере тоже как рыба в воде. Расслабился, старина. Но сейчас уже собрался. Ну, ты выиграл хорошего оппонента. Он шел на пике, можно сказать, без поражений. Вот, когда ты упал от его удара, то есть тебе это никак не помешало, не пошатнуло тебя? Нет, я понял, что, знаешь, есть такой момент, чтобы проснуться, нужно по-своему чуть пропустить. Это такая... Ты еще не проснулся до этого момента, да? Ты еще пока разогревался. Ну, это такое, при кураже адреналина это не чувствуешь, когда ты такая, есть, как молния в голову бьет, и ты думаешь, о, молния прилетела, надо собраться, и все. Видно было, как ты собрался, честно. Кого-то просто переключили. Да, это у меня, это моя фишка была всегда. Просто, ну, кто знает меня, ты знает, что у меня всегда так бывает. И для меня большая честь с тобой общаться. И я рад, что ты до сих пор реально в форме, очень круто. Есть ли какие-то у тебя имена дальше, может быть, с кем ты хотел, может быть, реваншировать, или просто провести поединок? Знаешь, ты ответил на свой вопрос по-своему. Я уже много чего кому-то доказал. И я думаю, спасибо нашему делу за предоставленную возможность, что они поверили в меня, дали возможность реализовать себя, как видишь. И я буду стараться дальше больше. Я сейчас соберусь в ближайшее время и верну зал. Чувствую, что я не доделал свои дела. Нужно еще наверстать опушенное. Плюс, как-никак, истории о себе давали знать. Ты же, я видел, что по этой истории, что ты катаешься часто много километров. Давай, мы договоримся так, ты мне дошло, что мы, у меня их два, я приглашу тебя с камерой, ему ты сам нуждаешь велосипед. Да, давай, давай, мы по Москве покатаемся. Да, и ты поймешь кайф велосипеда и кайф этого вида спорта. Хорошо, друзья, ставьте лайки. И по солнечной Москве я, Ирасул Мирзаев, сделаю небольшой влог в центре Москвы на велосипедах. Будем общаться и кататься. Ты нормально тут ездишь, да? Может, тебе трехколесно подобрать? Может быть, да, кстати, да, да. Так что я за. Это будет крутая идея. Ставьте лайки, пообщаемся побольше с Расулом. Может быть, еще раскроем его с другой стороны. Последнее интервью на сегодняшний выпуск. Это с Александром Грозиным. Ты что заупался на конференции? Все, все, по поводу одежды. Ну вот, молодец, вот сейчас круто выглядишь. Как тебе твой бой? Да, четко. Четко, да? Ты отрабатывал вот эту вертушку в печень? Ну ты посмотри каждый бой. Именно к этому противостоянию. Я не то что я отрабатывал, я просто знал, что в этом бою надо его ударить. Потому что он, ну он высокий, да, обычно в чулаке двигается. А он рассчитывал на длину своих рук и думал, что я не достану его. И я два раза попал и потом сократил дистанцию и попал мне в печень. Я вряд ли думаю, что Арман тебе даст меня. Нас. Видел Расул? Он прекрасный. Нет, честно, видел его удар? Нет, он красавчик. Он очень долго пил парень. Хотел, говорит, у вас будет вам подраться. Ну, уважаю слишком его. Давай пройдешь поименам, реально. Хоть ты же хочешь быть жестким, типа, ума... Ну, Дамир и Смогулов. Дамир и Смогулов. Я, наверное, думаю, следующий он. С Дамиром и Смогуловым. По ММА, надеюсь? Да, мне-то без разницы. Хоть и боссинг, хоть и бокс, хоть и ММА. Я за любой кипиш. А можешь показать, как еще раз это было? Дело зашагивание ногой. Ага. И сюда. Только не сюда. А вот сюда вот. А он не бил удар? А вот так вот. Ой, как это неприятно. Я тоже люблю печеньки. Народ, залетайте на российский видеохостинг Рутуб. Там вы найдете тонны эксклюзивного контента, мощнейшие бои и конференции, а также шоу, авторские блоги, фильмы, сериалы и многое другое. Подписывайтесь на Рутуб канал «Наше дело» и смотрите первыми новые выпуски. Не пропусти.